Всем привет! Меня зовут Катя Шабанова и это мой канал, посвященный каллиграфии остроконечным пером. В связи с последними видео мне несколько человек задали один и тот же вопрос. А что же влияет на получение тонкой линии и как ее получить? Поэтому сегодня мы решили записать видео, как раз посвященное этой теме. В первую очередь на качество тонкой линии влияет, конечно же, выбор инструментов. Здесь речь идет о том, каким пером вы пишете, какой тушью вы пишете и на какой бумаге. Давайте сравним разные варианты. Давайте посмотрим на то, какие тонкие линии дают разные перья. Возьмем перо сначала Browse Rose. Это перо с достаточно тупым концом. Я буду пользоваться тушью Sumi Ink Curitake. Первая линия. Получился вот такой. А теперь возьмем перо HAN 22. Это не самое острое перо. В видео про перьях вы можете видеть, как я демонстрирую тонкую линию с помощью перо Джело 303. Там она совсем прозрачная и еле заметная. Это перо обладает чуть-чуть более толстым кончиком, тем не менее, не таким толстым, как Browse Rose. Тушь я буду использовать ту же самую. Давайте посмотрим, какая тонкая линия получится. Вы видите, что этим пером линия получается намного тоньше, чем она получилась пером Browse Rose. Теперь мы возьмем одно и то же перо, но разную тушь. Перо у меня HAN 22. Сначала я возьму чернила Pilot. Вот такая получилась насыщенная, яркая, тонкая линия. А теперь я возьму железоголовые чернила и давайте сравним. Посмотрите, какая тончайшая линия получается железоголовыми чернилыми. Теперь я взяла три разных вида бумаги и на всех на них мы попробуем одну и ту же тушь и одно и то же перо. Перо HAN 22. Тушь, которую мы с вами уже видели, Sumi Inga Kuritake. Первая бумага. Она обладает фактурой и вы видите, как на ней тушь немножечко растекается. Вторая бумага. Это дизайнерский картон. Здесь линия уже тоньше. Немножечко аккуратнее смотрится. Третий тип бумаги это акварельная бумага хлопковая. Тончайшая линия у нас получается. Очень тоненькая, еле заметная. Ну и наконец бумага, на которой мы с вами уже проводили демонстрацию, это бумага Q-Selection Smooth. Бумага, которую я часто использую для практики. Видите, здесь тоже линия получилась очень тоненькая. То есть на разные бумаги получаются совершенно разные по качеству линии, несмотря на то, что я использую одно и то же перо и одну и ту же тушь. Далее. Мне кажется, что на качество тонкой линии влияет наличие тушедержателя на вашем пере. Я сейчас тушенакопителями не пользуюсь, но одно время я прям горела этой идеей и мне казалось, что так будет лучше. Но буквально после первых нескольких проб я все-таки убедилась в том, что острое перо лучше использовать без тушенакопителя. Расскажите, как считаете вы, может быть, вы пользуетесь тушенакопителем и качество тонкой линии от этого никак не зависит. Мне будет очень интересно знать. Не забудьте также проверить, чисто ли у вас перо. Потому что очень часто во время практики, во время письма волокна бумаги застревают в расщепи пера. И это, конечно же, также сказывается на качестве ваших линий. Хочу продемонстрировать вам, как пишет перо с застрявшими волокнами бумаги в расщепи. Надеюсь, вам немножечко видно, что застряла бумага в расщепи. Окунаю то же самое перо HAN 22 в ту же самую тушь SUMI ING. И вот, смотрите, рядом провожу линию. Какая у меня получается неаккуратная и некачественная. Сейчас я убрала ворсинки. И вот у меня уже получается намного более аккуратная линия. То есть следите за чистотой вашего пера. Как бы это банально не звучало, но на качество вашей тонкой линии, конечно же, влияет силу нажима, с которой вы давите на перо. И если при движении сверху вниз все понятно, мы давим на перо, перо раскрывается, у вас получается наплыв либо недостаточно тонкая-тонкая линия, волосная, как ее еще называют, то при движении снизу вверх могут возникнуть вопросы. Например, я всегда говорю о том, что для пера не характерно вообще движение снизу вверх с нажимом, потому что перо не может так естественно раскрываться. Естественно, оно раскрывается только при движении сверху вниз. Тем не менее, когда мы говорим, например, с вами, что перо, например, перо Никоджи является твердым пером, это совершенно не значит, что он настолько твердый, что мы не можем совсем рожать усики, и что даже при движении снизу вверх мы не можем нажать на перо так, чтобы оно раскрылось. Конечно же, можем. Все зависит от силы нашего желания, от нашего упорства. Поэтому, безусловно, на перо нельзя нажимать при движении снизу вверх. То есть линия должна быть максимально тонкой, максимально воздушной, вы должны еле-еле касаться бумаги. Если нажим все же происходит, а такое очень часто бывает, то линия как раз становится очень неаккуратной. Она выглядит очень отрывистой, при этом она не выглядит очень тонко и легко. Она становится такой тяжеленькой. Кроме этого, если вы давите на перо при движении снизу вверх, у вас перо может сломаться и быстрее выйти из строя. Причем вы этого можете даже сначала не замечать, перо как будто бы выглядит хорошо, как будто бы выглядит не сломанным, но качество линий будет страдать. Давайте теперь посмотрим, как это работает на практике. Вот я двигаюсь снизу вверх, без нажима, моя линия получается очень тонкой, полостной, еле заметной. Если я двигаюсь сверху вниз, то моя линия должна получиться такой же тонкой и незаметной. Но очень часто мы, пусть не специально, но немного давим на перо и наша линия уже из тонкой звонкой превращается в достаточно яркую, насыщенную, достаточно толстенькую линию. Хотя она должна быть тонкой. Кроме этого, мы можем с вами постараться и нажать на перо, когда движемся снизу вверх. Да, это сделать сложнее, но как видите, возможно линия образуется достаточно толстая. Перо цепляется, мы можем сломать перо, как я уже сказала. Линия получается очень неаккуратной, рвется бумага, поэтому тренируйте, пожалуйста, легкий захват. Линия должна быть тоненькой, еле заметной. Отсюда, конечно же, возникает вопрос, а как, собственно, не нажимать на перо? Ну, нажимается, ничего не могу с собой поделать? Ответ очень прост. На самом деле все дело, конечно же, в тренировках, в вашей сознательной практике. То есть вы должны осознавать, что вы делаете, осознанно расслаблять вашу руку. А также я всегда очень рекомендую использовать карандашные упражнения. Я вам их сейчас продемонстрирую. Самое главное, когда вы будете их выполнять, не выполняйте их бездумно. Действительно, старайтесь расслабить руку, старайтесь двигаться легко, чтобы ваши линии были очень легкими, вы еле-еле касались бумаги. Это обязательно поможет вам в дальнейшем при письме перо. Один из примеров карандашных упражнений. Очерчиваю себе линии и рисую овалы. Очень-очень легко. Возможно, камера даже не передает линии, потому что я еле-еле нажимаю на карандаш. И таким образом я тренирую и постановку руки, и у меня вырабатывается мышечная память движения всей рукой, и я тренирую легкость. То есть я тренирую движения без нажима. Тренируйтесь осознанно. То есть не нужно, чтобы ваши овалы были вот такими. Эти вы наверняка сейчас отлично видите на экране ваших устройств. Двигаемся, напоминаю, легко. Существует целая серия карандашных упражнений, которые вы можете брать на вооружение, тренировать. Они все способствуют и развитию мышечной памяти, и развитию легкости вашей руки в свободных движениях. Появление толстой тонкой линии или толстой волосной линии может также быть обусловлено тем, что вы очень крепко держите держатель. Вот таким образом. Такой мертвый захват получается держателя. Получается, что вы излишне контролируете перо, ваша линия становится немножечко дерганой, неуверенной. И, конечно же, это может сказываться на качестве вашей тонкой линии. В этом случае есть два способа, которые я рекомендую, которые могут помочь избавиться вот от такого мертвого захвата держателя. Самый первый способ увеличить ширину гриппа, то есть увеличить ширину того места держателя, в котором вы его держите пальчиками. Это можно сделать, например, обмотав держатель ваш скотчем, например, малярным скотчем, потому что он бумажный, достаточно мягкий и удобно будет писать. То есть вы можете обмотать держатель скотчем ровно настолько, насколько это необходимо, не оглядываясь на других каллиграфов. То есть если вы видите, что кто это пишет очень тоненьким держателем, это совершенно не значит, что вы тоже должны. Вы можете писать вот таким широченным держателем. Если это будет благоприятно влиять на вашу каллиграфию, то, пожалуйста, делайте это. Когда у нас с вами очень широкий грипп, нам гораздо проще не сжимать пальцы, потому что просто пространства для сжатия уже остается не так много. Мы обматываем держатель малярным скотчем. Ровно настолько, насколько это необходимо. То есть вы можете обмотать ваш держатель малярным скотчем до двух сантиметров. Главное, чтобы вам было удобно держать инструмент. Я сейчас не буду до конца обматывать малярным скотчем, но я думаю, мою систему вы поняли. Итак, вы наматываете малярный скотч до того диаметра, который вам будет удобен, комфортен. И чем больше диаметра, тем сложнее вот такой мертвый захват реализовать. Скорее всего, у вас уже будет вот так рука располагаться на держателе, и это уже будет способствовать более легкому захвату. И еще один способ есть, которым поделился как-то Пол Антонио, по-моему, в своих видео на YouTube или в прямых трансляциях в Instagram, если честно, уже не помню. Этот способ связан с использованием карандаша с ластиком на оборотном конце. Я вам сейчас покажу, как этот способ работает. Он предлагает напряжение спишущей руки, то есть чтобы, опять же, у вас не было вот такого мертвого захвата, мертвой хватки держателя, перенаправить на руку, на которую вы опираетесь. Для меня это рука правая, для вас, если вы правша, это будет левая рука. Что важно? Важно, чтобы во время письма вы не рукой придерживали бумагу, а ластиком карандаша. Для того, чтобы удержать бумагу с помощью ластика, необходимо, конечно же, приложить усилие. Потому что, конечно же, ладонь имеет большую площадь соприкосновения с бумагой, и нам необходимо приложить меньше усилий для того, чтобы бумагу удержать. В то время как карандашом мы держим бумагу только вот в этой точке. Итак, вы начинаете писать, и по мере того, как вы движетесь по строке, вы двигаете карандаш, двигаете ластик. Как раз для этого мы используем с вами сторону с ластиком, чтобы у нас не было деформации бумаги, чтобы мы ее не поранили или не испачкали с помощью грифеля. И вот таким образом вы все усилия перенаправляете на свою вторую руку, и ваша пишущая рука освобождается. Этот способ для кого-то работает, для кого-то не работает, кто-то просто начинает напрягать обе руки и намного быстрее устает, кто-то все равно напрягает пишущую руку, а, соответственно, рука опорная у него не напряжена, и бумага начинает еще и шевелиться. Поэтому попробуйте, посмотрите, если вам этот способ поможет, будет очень здорово. Если нет, то возьмите на вооружение другой способ. Во время письма также необходимо следить за тем, чтобы ваш вес не распространялся на пишущую руку. То есть мы не забываем про то, что сидеть нужно ровно. Мне кажется, я тоже говорю не в одном видео, но на всякий случай повторяю еще раз. Сидим ровно, плечи опущены вниз, обе ступни стоят на полу, то есть у нас упор идет именно в ноги. И также мы опираемся на руку, которую не пишем. Если вы левша, это правая рука. Если вы правша, это левая рука. А рука, которую мы пишем, пишущая рука, соответственно, должна двигаться свободно и никакой вес на нее не должен влиять. Давайте теперь поговорим непосредственно о письме. Очень часто и как раз в видео, где я говорила о распространенных ошибках новичков, я демонстрировала этот момент, когда наплыв переходит в тонкую линию или наплыв оказывается не в том месте, где он должен оказаться. Для того, чтобы этого избежать, опять же, здесь необходимо следить за тем, как у вас повернут лист бумаги. Если перо раскрывается правильно и вы на него при этом не давите, то есть если перо раскрывается под нужным вам углом и вы на него не давите, то на горизонтальных линиях наплыв образоваться и не может. Соответственно, на линиях, когда вы движетесь снизу вверх, наплыв образоваться не может при условии легкого захвата. Конечно же, если надавить, то наплыв может образоваться везде. Так вот, если вы уже чувствуете, что все, вы не давите на перо, вы отлично его контролируете, но при этом у вас наплыв оказывается, например, не в том месте, скорее всего, дело в том, что у вас неправильно повернут лист бумаги или вы немножечко не так держите перо. Мы тоже сейчас это рассмотрим в более крупном плане. Положение нашего наплыва напрямую зависит от того, как соотносится перо и бумага, под каким углом у нас находится перо. Если мы не нажимаем на перо, то оно раскрывается ровно под тем углом, под которым мы его держим. Если я сейчас поверну бумагу, при этом перо у меня останется в том же положении, вы видите, что у меня меняется наклон. Если я еще сильнее поверну бумагу и продолжу писать, то у меня еще сильнее изменится наклон и так далее. Поэтому для того, чтобы у вас наклон в буквах оказывался ровно там, где вы хотите, необходимо следить за тем, чтобы перо правильно раскрывалось. Необходимо следить за тем, чтобы перо раскрывалось под углом вашего почерка, который вы практикуете. Ну и, конечно, следующий момент, наверное, самый основной, самый главный фактор, который влияет на наличие у вас тонкой линии, чтобы она была красивая, воздушная, действительно волосная, которая будет притягивать все взгляды. Это, конечно же, ваша техника. То есть я могу много раз вам рассказать про карандашные упражнения, могу много раз рассказать про то, что нужно расслаблять руку, правильно сидеть, правильно дышать, и необходимо не давить на перо, а двигаться очень-очень легко и свободно. Но если вы не начнете это применять, если вы не начнете это тренировать, то, к сожалению, никакой тонкой линии и не получится. Поэтому самое главное – это ваш опыт, ваша практика. И, конечно же, с практикой, с осознанной, с опытом придет вот эта легкость и придет полный контроль пера, когда вы будете получать наплыв ровно в тех местах, в которых вам нужно, и тонкие линии ровно в тех местах, в которых вам нужно. Ну что, я поделилась с вами своими какими-то маленькими секретиками. Надеюсь, вы их будете применять в своей практике, и надеюсь, они вам помогут. Главное, как я уже сказала, продолжайте тренироваться. А самый лучший учитель – это как раз практика. Удачи вам! Пусть все получится! До новых встреч! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова